Добрый день, дорогие коллеги! Мы продолжаем курс лекции нашей кафедры, посвященной нашему юбилею. Сегодня будет лекция Александра Ивановича Кизякова, ведущего научного сотрудника, кандидата географических наук нашей кафедры. Он расскажет о криогенных процессах. Я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы обратили внимание на многообразие криогенных процессов и их связь с геологическими процессами. Криогенные процессы в некоторых случаях усиливают, а в некоторых консервируют геологические процессы. Кроме этого, хочу обратить ваше внимание, что эти процессы шли активно в зоне палеокриолитозоны, в тех местах, где сейчас талые породы, но когда-то была мерзлота, и эти процессы оставили свои следы. Пожалуйста, Александр Иванович, вам слово. Да, спасибо. Так, я надеюсь, виден мой экран, да? Все хорошо, пожалуйста. Да, отлично, спасибо. На предыдущих встречах коллеги уже рассказывали о криогенных процессах и о криогенезе в целом. Сегодня же мы поговорим о той части криогенных процессов, которая имеет выражение в рельефе. То есть поговорим об особенностях экзогеногеологических процессов и рельефа образования, а также о морфолитодинамики криолитозоны. Испыток этих процессов весьма широк, и в рамках сегодняшней встречи мы рассмотрим лишь некоторые из них, наиболее характерные для областей вечной мерзлоты. Вначале о том, почему вообще мы на кафедре криолитологии и глициологии занимаемся этими вопросами. Может показаться, что все уже давно известно, все понятно, и нет необходимости продолжать исследование, вопрос закрыт. Однако при внимательном изучении этой темы возникает ряд обстоятельств, которые определяют актуальность этого направления. Вот некоторые из этих соображений. Во-первых, мы в целом, конечно же, хорошо представляем общие закономерности, роли факторов в развитии процессов. Но при анализе данных детального мониторинга оказывается, что эти закономерности далеко не всегда соблюдаются. И ожидаемые связи, к сожалению, не всегда выявляются. Например, это мониторинг практически берегов, мониторинг динамики термоцирков. Когда мы не можем объяснить зафиксированные темпы, возникает тогда вопрос уже о достоверности прогнозов, которые сейчас в большом количестве разрабатываются. А помимо этого возникает новое криогенное явление, процесс, который до недавнего времени не был известен. В частности, воронки газового выброса, о которых будет рассказывать Ирина Дмитриевна и Евгений Михайлович. Это будет отдельная лекция. Дальше выявление цикличности развития процессов прогенетических рядов. Это тоже является отдельными важными задачами в изучении морфолитодинамики криолитозоны. Промерзающие, протаивающие горные породы обладают рядом особенностей, которые связаны с очень простым фактом в составе этих пород. На еду с другими минералами имеется лед, и переход воды в лед сопровождается увеличением объема, что приводит к больше или меньше деформации вмещающих пород. А обратный переход льда в воду вызывает уменьшение объема относительно смещения частиц вмещающей породы. А вот рельефообразующий эффект, возникающий в результате этих действий, этих процессов, уже чрезвычайно разнообразен. И эти особенности определяют специфику рельефообразования в области распространения мерзлых пород и заставляют считать ее особой гемофологической зоной, зоной криогенового рельефообразования, как его назвал Борис Иванович Тюрин. Вот эти моменты, о которых я говорил, как раз они нашли отражение в определении Николая Никитича Романовского. Криогенных процессов, которые представлены на слайде. Развитие криогенных явлений, образования и форм рельефа рассматриваются как геологический результат криогенеза. При этом обычно процессы криогенеза сопровождаются также экзогенными процессами некриогенной природы. Гравитационные, оловые, водные процессы. И поэтому, как правило, в природе мы наблюдаем результат действия комплекса процессов. Направленность, интенсивность криогенных процессов, а также появление других сопутствующих экзогенных процессов изменяются во времени, определяя их стадийность. И поэтому для понимания особенности распространения криогенных явлений, форм микрорельефа недостаточно анализа только современных условий. Поэтому необходимо учитывать и историю развития региона в пристацене к галоцене. Криогенный процесс, помимо проявления непосредственно в рельефе, в микрорельефе поверхности, определяет также распределение растительности. И таким образом частично обуславливают облик ландшафтов криолитозона. Ярчащим примером являются криогенные полигонально-живильные структуры, которые формируются в результате криогенного морозобойного растрескивания. Они проявляются в полигональном микрорельефе и обуславливают многообразие криогенных ландшафтов как Северо-Евразии, так и Северной Америки. Причем не только в пределах современной криолитозоны, но и в областях ее былого распространения в поднем плестоцене. В настоящее время существует большое количество публикованных работ, посвященных изучению экзогенных геологических процессов в различных регионах криолитозоны. Впервые многочисленные данные были собраны, систематизированы в пятитонной монографии геокреологии СЭР, которая выходила в 88-89 годах, а также отражены на геокреологической карте СЭР масштаба 2,5 миллиона. Сведения о условиях возникновения и развития процессов необходимо было структурировать, в том числе и в виде классификации процессов, явлений и создаваемых ими форм рельефа. Рассматривая существующие классификации процессов и явлений, их можно разделить на общие и частные. К частному относятся классификации явлений, подразделяемых по формам, размерам, приуроченности к отдельным элементам рельефа, генетическим типам отложений. Основная трудность при построении общих классификаций заключается в многообразии сочетаний криогенных процессов, их проявлений и в наложении разнообразных вторичных процессов на исходные и первичные, что приводит к сложным геологическим и геморфологическим результатам. Одна из первых схем соотношения криогенных процессов предложена в 1956 году Борису Ивановичу Тюрином. На схеме представлено соотношение групп, типов, форм рельефа и специфических рефообразующих факторов криогенного рельефа. Александр Иванович Поповым отмечал, что развитие криогенных образований существенно зависит от основного направления экзогенного развития полярной, высокогорной и переглициальной области, то есть от того, подвержена ли она аккумуляции или динодации, либо представляется относительно стабильной. Весьма значительное различие в морфологическом проявлении процессов криогенеза обусловлено приуроченности как раз к одной из этих трех областей. В условиях накопления осадков говорится о сингенетическом типе коррелитогенеза, а в случае развития криогенных образований в областях динодации или относительной стабилизации говорится об эпигенетическом типе коррелитогенеза. И для каждой из выданных областей присущ определенный ведущий рефообразующий процесс криоген, либо группа криогенных процессов, которые наиболее ярко выражаются в рельефе. Говоря о классификациях, необходимо отметить также подробные классификационные таблицы, схемы, которые были разработаны Львом Ильичем Вейсманом, Швецовым, Владимиром Леонидовичем Суходровским, Ланляковичем Барановым. Но сейчас мы на них не будем останавливаться. Вот несколько слайдов посвятим классификации, которая была разработана Людмила Семеновна Горогуля. Это систематизация экзогеногеологических процессов в коррелитозоне по механизму, то есть по ведущему агенту и по связи с теплообменом в породах. Вся совокупность процессов разделена на четыре группы. Группа собственнокриогенных процессов, развитие которых вызвано годовыми и многолетними колебаниями теплообмена земной поверхности и в подстилающих горных породах, это процессы специфически сугубо для криолитозоны. Вторая группа – это уже термогидрогенный процесс, который объединяет термообразию, терморозию, заболачивание. Развитие этих процессов вызвано механическими тепловым воздействиями водных масс на мерзлые оттаяющие породы и годовыми колебаниями водного баланса поверхности. Эти процессы имеют свои аналоги в дне криолитозоны, однако специфика их протекания, которая обусловлена разнуваемостью мерзлых пород, требует их отдельного рассмотрения как отдельной группы. В третью группу объединены гравитационные процессы, это солифлюкция, ползневые процессы, осыпание, кормообразование, другие. Часть из них имеет аналоги в дне криолитозоны, другие характерны только для нее. Ну а все, без исключения гравитационный процесс криолитозоны, отличаются спецификой механизма и спецификой формирующихся типов отложений. В четвертой группе относятся процессы иолого, либо ветрового происхождения. Это тоже важная группа, поскольку именно иоловые процессы в условиях сурового климата, по мнению Тамердиара, по мнению Риада, исследовательно приводят к формированию сильной льдистой толщи отложений на приморских низкостях северо-востока России. И также, примерно в центре внимания, стоит вопрос о генезисе, о формировании лесовых лесовидных отложений как в границах современной криолитозоны, так и в переглициальной зоне. Ни одна из предложенных систематизаций не решает всех вопросов изучения в международных процессах, но на их основе можно ближе подойти к пониманию их парогенеза, цикличности и других особенностей протекания, возникновения протекания этих процессов. Как мы видели из этих классификаций, спектр развивающихся в криолитозоне процессов чрезвычайно широк, и вот к различным результатам в рельефе и формировании отложений. И на занятиях со студентом мы каждому из этих процессов выделяем одно-два занятия. Сегодня же кратко рассмотрим наиболее яркий, специфический именно для областей вечной мерзлоты, процесс, который является своеобразной визитной карточкой региона. Собственно, перейдем к рассмотрению этих выбранных мною субъективно процессов. Первый из них – это морозобойный растрескинг, который представляет собой один из самых распространенных процессов криолитозоне. Под морозобойным растресками понимается образование трещин из-за температурного сжатия пород при отрицательных температурах. Небольшой экскурс в историю развития представлений морозобойного растрескинг уже был в предыдущих лекциях коллег, но напомню основные моменты. Впервые о жильном льдообразовании упоминается в материалах экспедиции гидрографического департамента, которая работала под руководством лейтенанта Анжу в начале XIX века на побережье моря Лаптевых и на Новосибирских островах. И участник этой экспедиции, медик Фигурин, исследовал многочисленные обнажения залежей подземных льдов и отнес большинство их к жильным. Ледяные жилы, по его мнению, образовывались из воды, которая проникала в многочисленные трещины, промерзает и, соответственно, формируются такие именно ледяные образования, напоминающие климаты, ледяные жилы. Эту же точку зрения на происхождение основной массы залежи подземного льда разделили впоследствии Карлберр и Бунгем. Физическая сущность образования морозобойных трещин в ее современном понимании была впервые изложена американским исследователем Эрнестом Лиффинбеллом в начале 20 века. Его гипотеза получила название «контракционной». Именно она легла в основу дальнейших физических разработок, которые провели Достовалов, Лохенбрух, Гречищев. Борис Николаевичем Достоваловым впервые была сформулирована упрощенная математическая задача о морозобойном растрескании мерзлых пород, которая связана с сезонными объемно-градиентными температурными напряжениями в слое годовых теплооборотов. Массив горных пород рассматривается как некая упругая система, и верхняя часть массива испытывает изменяющийся по величине и знаку температурное напряжение под влиянием переменного в году температурного поля. А в том случае, когда температурное напряжение Тау-Х достигает значения временного сопротивления пород при сдвиге или временного сопротивления на разрыв, возникает морозобойная трещина. Из приведенной формулы следует, что разрывающее напряжение прямо пропорционально произведению линейного размера отдельностей, расстоянию между трещинами Х на градиент температуры массива, дельта Т на дельта З. Из этого следует важный вывод. Амплитуда колебания температуры на поверхности пород оказывает очень большое влияние на размеры трещин полигонов в плане. А среди годовая температура пород определяет глубину проникновения трещин в мёрзлую породу. То есть, чем больше амплитуда колебаний температуры, правая часть дельта Т на дельта З, тем меньше расстояние Х между трещинами. Поэтому для районов с континентальным климатом характерные размеры полигонов вставляют первые метры, а для менее континентальных условий с значительно меньшим диапазоном колебаний температурной поверхности размеры полигон вставляют от 15 метров и выше, до 50-80 метров на современных прибрежно-морских террасах. Лохенбрух, давая аналитическое описание температурных напряжений в мёрзлом массиве, использует скорость охлаждения мёрзлых пород. А сами эти породы рассмотрят как вязкоупругую среду. Морозобойное растрескание больше зависит именно от скорости охлаждения, а нет от абсолютного значения температуры во время трещины образования. При этом важным фактом, конечно же, выступает изолирующее влияние снежного покрова в тундре в области крылья альтозоны. Сынов Евгеньевич Горячичев, им развивается далее теория морозобойного растрескания в зависимости от термореологии мёрзлых пород. В его модели учитывается релаксация напряжения, которая в пределе, то есть при очень медленном понижении температуры может приводить к расслаблению напряжения до уровня, не превышающего предел прочности грунта на разрыв. И в этом случае кориогены и трещины не будут образовываться даже при охлаждении до очень низких температур. По Горячичеву колебания температуры на поверхности с периодом 1 год, то есть сезонные колебания, не приводят к образованию кориогенных трещин из-за небольших напряжений. А трещина является результатом более краткопериодных в первые сутки колебаний зимней температуры, то есть так называемые тепловые удары, которые наблюдаются в зимний период. Система параллельных трещин, которая возникает параллельно свободной вертикальной поверхности под оставаловую, ее на предыдущем занятии уже показывала Ирина Дмитриевна. Система параллельных трещин, которая возникает параллельно свободной поверхности, это не единственный вариант, не единственный рисунок полигонов, наблюдая значительное разнообразие форм мразобойных трещин и формирующихся полигонов. Фиксируются сети полигонов с гексагональным рисунком и по Лохенбруху, такая гексагональная-полигональная сеть с пятью или шести сторонними отдельностями и узлами, в которых сходится по три луча трещин, возникает в однородном массиве без ориентирующего влияния первичного вертикального уступа или трещины. Формируется такая сеть в условиях непрерывных и постоянных условиях холодного климата. То есть это одновременное возникновение трещин, в отличие от последовательного образования трещин по Гастовалову. Также существуют системы неортогональных случайно ориентирных трещин, которые развиваются в условиях гетерогенного грунтового массива и в условиях, меняющихся в плане условий как грунтов, так и ландшафтных микроклиматических условий. Важно отметить, что связь жильного льдового образования с морозобойным растрескиванием оценится по-разному. Так, например, Шунский доставал в Тюрин, другие считали, что наращивание элементарных жилок в морозобойных трещинах является единственным процессом, определяющим рост жил по сингенетическому, так и по эпигенетическому типу. Однако Попов считал, что при всем своем значении этот процесс объясняет далеко не все особенности строения жил и вмещающих отложений. Поэтому Кончевым и Масловым были предложены новые гипотезы, гипотезы выжимания фронтального роста ледяных жил, выжимания льда в условиях несжимаемых льдистых грунтов. Также Романовский пришел к заключению справедливости контракционной гипотезы, дополненной механизмом выжимания льда наверх. Любая гипотеза, это гипотеза выжимания фронтального роста ледяных жил в несжимаемых льдистых грунтах по Кончеву и Маслову, и гипотеза, когда жильный лед деформирует льдистую породу по соломатину, предполагает, что выжимание происходит жилы и прилегающих грунтов по системе сколов. Различие заключается в том, что либо жильный лед выжимается наверх и тянет за собой вмещающие сложения, и посломательный вмещающий грунт выжимается наверх и вслед вдоль боковых контактов ледяных жил. При этом природа ледогрунтового обрамления решается в обоих гипотезах очень близко однозначно. Дальше вернемся к реализующему эффекту морозобойного Растрецки. Были предприняты попытки измерить скорость и рост полигональных повторно-жильных льдов и перемещение отложений в пределах полигонов. Работы проводились на севере североамериканского континента. Работы Джей Рос Макея проводились в западной части Арктики Канады. Работы начинались на острове Гарри Айланд, потом в Иллисарвике, где был проведен известный полевой эксперимент по спуску озера и изучению новообразования мерзлоты в его котловине осушенной, и дальше работы в Иновике. Работы по изучению морозобойного ответственности начинались Макеем на острове Гарри Гарри Айланд и дальше были решены на других его полигонах. И вот для изучения, как происходил процесс, были выбраны 9 наиболее ярко, хорошо выраженных в рельефе жил. Через них были организованы транссекты, были установлены фиборы арочного типа трещиномера для определения перемещения грунта, были поставлены марки и проводилось измерение ежегодное. И вот что оказалось, что за 12 лет две жилы не растрескались ни разу. Таблица представлена здесь. Три жила растрескались один раз, две жилы три и две жилы четыре раза. То есть это на самом деле очень важный аспект. То есть при том, что жилы это относительно активные, но далеко не все жилы испытывают ежегодные растрескивания. Поэтому наблюдаемый нами сейчас полигональный рельеф может быть в той или иной степени реликтовым. Данные, которые получил Джеральдс Макей по североамериканскому континенту, совпадая с данными, которые получил подборный на севере, на Енисейском севере. Получается, что частота растрескивания по жил является функцией ширины жил. То есть наиболее часто растрескивается жил из средних размеров, а дальше периодичность растрескивания резко увеличивается до этого периода. То есть, к сожалению, это не столь активный процесс, как иногда представляется. Дальше изучалось перемещение Джеральдс Макеем материала в пределах морозобойных полигонов, и оказалось, что происходит искривление этих трубок, которые он устанавливал, и трубки переезжают от центра в полигон, в сторону ближайших жил. И причем эти движения происходят вне зависимости от того, растрескивались ли ближайшие к этим трубкам связаны это перемещение именно с объемными деформациями, с деформациями зимнего сжатия, летнего расширения и главным образом с перемещением пород сезона талого слоя, перемещение в сторону канавок, которые формируются над ледяными жилами. Ледяными жилами происходит большая просадка, протаивание льда, и вот туда именно как раз и устремляются породой сезонно-талого слоя. Формы полигональных рельефов, которые связаны с морозовой новостреской, наиболее полно классифицированы, рассмотрены Борисом Ивановичем в Тюрьме еще в середине прошлого века. Изначально при формировании жильных систем над развивающимися жилами формируется полигональная система понижения, то есть это борозды без валиков, формируется так называемый безваликовый полигональный микрорельеф. Ширина и глубина бороз зависит от степени развития жильной системы. А вот когда элементарные ледяные жилки начинают уже проникать ниже сезонно-талого слоя и в мерзлой толще образуют ледяные жилки, происходит качественный скачок в развитии микрорельеф полигональной жильной системы. А систематическое образование элементарных жилок в мерзлой толще приводит к развитию напряжения сжатия. Напряжение сжатия сначала мог способствовать уплотнению льда жил, а вот затем уже деформируется как лед, так и вмещающие отложения. И в результате этого около жил и над ним образуется поднятие над общим уровнем верхней поверхности мерзлой толщи. Ежегодно выжимается объем, примерно равный объем внедрившейся в многолетнюю мерзлую толщу объема ледяной жилки. Чем больше размер элементарной ледяной жилки, тем значительное выжимание. А при выжимании вверх многолетние мерзлые породы приподнимают породы СТС и за счет этого формируются такие валики над жилами. Валики возникают в том случае, когда суммарный сект от выдавливания мерзлых пород жилы вверх, за счет этого ежегодного внедрения элементарных жилок, превышает эффект, который возникает при осадке и при таянии верхних частей жилы. В случае выполнения этого условия величина валиков и дальнейшее развитие полигонального валикова микрорельефа зависит от числа циклов растрески, наличие посадка накопления в пределах рассматриваемого региона и динамики температурных условий. Борис Иванович Чтурин предлагал рассматривать форму креогенного рельефа обусловленным морозобойным растрескиванием с формированием ледяных жил и их последующим вытавленным как единый антический ряд. Выделялись несколько стадий развития полигонально-жильных систем. И дальше эта классификация была в работах Николая Никитича Романовского. Название стадий развития полигональных микрорельефов аналогично предложено в Тюрином. И важный момент здесь обратить внимание на полость, которая называется зрелая стадия, когда выделяется цикличность в развитии валиковых форм. Возникновение валиковых полигонов, валиков – это неоднородность в микрорельеф, предопределяет возможность некой дифференциации влаги в пределах полигонов, скоплению во внутреполигональных ваннах и изменению за счет этого глубины оттаивания. Кроме того, в пределах ванн происходит осадка накопления. Напомню, что эти ванны являются стойниками в отполоводье, когда накапливаются и образуются автохтонные торфяники, которые меняют условия протаивания пород над ними за счет повышения температуры поверхности. Увеличение сезонталового слоя в центре полигональных ванн ведет к тепловой осадке и увеличение относительно высоты валиков. В свою очередь, относительно поднятия валиков способствует тому, что влажность отложения СТС на валиках уменьшается. Одновременно увеличивается амплитуда температуры на поверхности за счет уменьшения мощности снега на этих валиках. Все это приводит к увеличению СТС сезонталового слоя и на самих валиков. В результате увеличения протаивания захватывается оттаивание верхней части ледяной жилы, происходит некоторая осадка и валики оседают. Происходит такая планация валиков полигонального микрорельефа. Влажность в пределах полигональных поверхностей становится более равномерной. Озерки, которые были приурочены к внутриваликовым полигонам, исчезают. Осадки откладываются на всей площади полигонов более равномерные. Условия к накоплению торфа ухудшаются. Но если процесс морозобойного рассредства не продолжается, то описанный цикл повторяется и вновь образуются валиковые формы рельефа. На одной и той же генетической поверхности могут наблюдаться, соседствовать как валиковые, так и безваликовые формы в зависимости от локальных фоциальных разностей. Закономерность развития полигонально-жильных систем и полигональный микрорельеф на восходящей стадии развития. Полигональная жильная система представлена графически на схеме, составленной Николай Никитичем Романовским. Здесь представлена зависимость образования валиковых и безваликовых форм, зависимость от температуры, состава порог и влажности сезона талого слоя. Как мы видим, развитие полигонально-валиковых рельеф способствует наличию тонкодисперсных отложений, повышение их влажности, понижение среднегодовой температуры воздуха и уменьшение континентальности типов СТ, то есть наиболее благоприятный умеренный континентальный и повышенный континентальный тип сезонно-талого слоя. При повышении среднегодовой температуры пород увеличение мощности сезонного оттаивания уменьшается глубина разобойного растрескивания, хотя она может продолжаться, и развивается процесс термокаркса главным образом по полигонально-жильным льдам. Жилы частично вытаивают и система переходит в стадию развития, которую можно назвать нисходящей. При прогрессирующем вытаивании жилы по ним образуют псевдоморфозы, формируются табиральные отложения, и по небольшим размерам жилам возникают такие формы, как бугры-могильники, выпуклополигональный микрорельеф, по мощным сингенетическим жильным льдам формируется байджераховый рельеф. Эту стадию можно назвать в стадии разрушения. В стадии консервации развитие термокарста и вытаивание верхних частей ледяных жил прекращается. Такие формы являются более-менее стабильными. Далее переходим к осмотрению криогенного пучения. Криогеном или морозным пучением называют неравномерным увеличением объема дисперстных пород при промерзании, которое происходит при переходе части содержащихся в породах воды в лед и вследствие поступления к фронту промерзания воды извне и ее кристаллизации. Долгое время считалось, что основным условием пучения любого грунта служит превышение общего объема замерзшей воды, аккумулированной в массиве породы, над объемом свободных от воды пор. И поэтому пучение должно достигать максимум при полном насыщении пород. Однако даже при объеме пор достаточном, чтобы вместить весь образующийся лед, избыточное ледовое деление и пучения могут происходить из-за формирования протяженных ледяных включений, шлеров. Криотекстуры, которые нарушают существующую до промерзания пород текстуру. Выделяются несколько механизмов пучения, которые мы рассмотрим. Миграционный механизм, инъекционный и инъекционно-сегрегационный. Широкое распространение имеют миграционные бугры пучения, пророчек к торфянникам. Такие формы часто сопровождают новообразование мерзлоты на участках талах пойм и озерных котловин. Об этих формах рассказывал на прошлой лекции Грина Дмитриевна Стрелецкая. Название само это используемое миграционные бугры отражает механизм образования этих форм, миграция влаги к фронту промерзания, а не то, что эти бугры, эти формы мигрируют в пространство, что иногда путают студенты. Насчет чего они образуются, повторюсь, теплопроводность мерзлого торфа значительно выше, чем у тала, поэтому промерзание пород оказывается более эффективным, чем летнее протаивание. Вот эти промерзания торфяников, которые из-за разности теплопроводности и мерзлого металла в состоянии сильнее охлаждаются зимой, чем нагреваются летом, подстилающие торф породы интенсивно промерзают. Формируется ядро из многолетних мерзлых пород, и в заболоченных низинах постепенно формируется так называемый обращенный рельеф, в конечном счете уже возвышающийся над окружающей поверхностью. В этом возвышении бугре учение зимой сметается снег, температура грунта еще понижается, под бугром формируется мерзлота уже большей мощности, и скорость рост таких многолетних бугров на севере Западной Сибири достигает до 30 сантиметров в год на начальных столиках, но потом, конечно же, сокращается. для таких форм также используется термин в англоязычной литературе, термин пальца. Дальше перейдем к таким крупным бугрампучениям, многолетним бугрампучениям, для которых используется якутский термин булгоняхи, либо же эскимосский термин пинга, который в основном принят в англоязычной литературе. Уошберн выделяет два вида пинга. Это пинга бугрампучения, формирующиеся, во-первых, в открытой системе за счет апартезианского давления. Это так называемые пинга гренландского типа. И бугры, образующиеся в закрытой системе, в результате воздействия уже креостатического давления. Уошберн назвал пингом типа маккензия. Креостатические пинга закрытых систем и артезианские пинга открытых систем отличаются друг от друга по непрерывности поступления воды, отсюда и другими характеристиками. В типе закрытых систем преобладают изолированные пинги, как правило, они встречаются на практически горизонтальных поверхностях с озерами, то есть на осушенных озерных котловинах, которые в западной Сибири называются хосереи, в восточной Сибири для них используется термин «алы» либо «аласы». Существуют различные варианты креостатической гипотезы, но суть их сводится именно к тому, что представлено на схеме на слайде. Спуск или смещение озера, которое ранее изолировало промерзание, нежележащее водонасыщенное отложение далека приводит к прогрессирующему всестороннему промерзанию, осадку трехстороннему и тем самым создаются условия для формирования крупных ледяных тел за счет отжатия воды в те места, где она при промерзании образует инъекционный лед. а также возможно, конечно же, и поступление воды с образованием линз сегрегационного льда, либо совместного действия этих механизмов. В отечественной литературе аналогом пинга закрытой системы следует считать термин булгунях. Подобные формы являются четким индикатором наличия многолетних мерзлых пород. Это полярные, субполярные природные условия расположены еще к северу от границ многолетних мерзлых пород. При том, что пинга открытых систем могут встречаться также и южнее, то есть и в области первых к северу в пределах области сплошного ММП, то открытые пинга и южнее. в пучень образуется положительная форма рельефа, бугор, высота которого может достигать десятки метров. Представлены бугры пучень из дельты макензи, там действительно гигантское большое количество таких бугров пучень расположено. Воздымание пинга часто сопровождается растрескиванием верхней пекальной части бугра. При вытаивании ледяного ядра может образоваться кольцообразный вал, который часто окамеляет центральную просадочную западину, формирующая так называемая коллапсирующая пинга по Джейрос Макею. Второй тип пинга открытого типа формируется при гидравлическом напоре подмерзлотных вод. Согласно автезианской гипотезе, грунтовые воды под давлением, текущие под тонким слоем мерзлоты или в толиках, проникают в подповерхностный горизонт, где замерзают, образуя инъекционные льды. Это также служит к образованию ледяного бугра и пучению поверхности. Такие пинга открытого типа могут развиваться как в рыхлых, так и в полускальных породах. Как правило, размеры пинга открытых систем в целом имеют значительно меньшие размеры, чем пинга закрытых систем. Здесь представлены инъекционные бугры в долине Грендалин, которые расположены на западном Спецбергене. Диаметр основания таких бугров варьирует от 80 до 150 метров и относительно высота от 5 до 10 метров. Они как раз являются такими первыми представителями пинга открытого типа. связаны с выходными подмерзлотных вод в речной в долине в долине Грендалин. Центральная часть одного из бугров просела в результате частичного вытаяния ледяного ядра. И вот мы видим как раз разрушающийся разрушающийся бугур учения. Далее характерным форм определяющий облик кальтозона являются пятнами медальонной креотурбации, которые представляют собой форму, развивающуюся сезонным слоем под влиянием комплекса экзогенных процессов. Достаточно сложное происхождение это во-первых участвует мелкополигональное креогенное либо диагенетическое растрескивание, креогенное пучение и образование креотекстур при увлажненных грунтах, дифференцированное выпучивание каменного материала и инъекции либо выброс на поверхность разжиженного материала под влиянием статического креогенного давления. Как правило, пятна медальона представляют собой округлые пятна, лишенные растительности грунта, окаймленные бордюром из дернин либо щебнистый дрессианого материала в диаметрах от первых десятков сантиметров до метра в разрезе отложений сезонталового слоя пятна медальона соответствует нарушение слоистости, которые называются креотурбацией или инволюциями. Форма креотурбаций разнообразна, но имеет ряд общих черт. То есть линз, которые обогащены органическим веществом либо ожелезненным, и поэтому различаются по цвету. Ориентировка таких слоев, создающая в развитии ячейстые формы, размеры которых близки по вертикали, горизонтали, соответствуют в целом мощности сезона талого слоя. По составу и свойствам отложений собственно и пятна медальоны также делятся на глинистые, в которых при промерзании происходит процесс эмиграции и сегрегационного дообразования с пучением. Грубо дисперсные, которые образуются в песках и более грубых отложениях, в которых уже довольно четко происходит выпучивание, вымораживание каменного материала на поверхности и ее морозная сортировка. На слайде представлены глинистые пятна медальоны. Центральные части мы видим лишены растительности. Границы пятен медальонов подчеркиваются лишайниками, крупными травами, злаков, которые растут по сети трещин. Центральные части пятен медальонов также разбиваются трещинами усыхания на элементарные блоки, размеры которых достигают первых сантиметров, первых десятков сантиметров. По этим трещинам уже растительность не развивается. Джей Рос Макей на основании многолетних полевых экспериментов изучил процесс, который происходит в пятых медальонах, глинистого процесса, и предложил равновесную модель их формированию. При этом существуют следующие предпосылки. Поверхность многолетних пород под пятном медальон имеет вогнутую, чашеобразную форму, поскольку под растительным бордюром, который окремляет пятна, глубина таял не меньше, чем в его центре. И промерзание сезоноталового слоя происходит с двух сторон. Следующий предпосыл, то есть происходит промерзание сезоноталового слоя с двух сторон, сверху и снизу. Такое промерзание возможно только при температуре пород как минимум ниже минус 3-5 градусов. Это предупредит некую зональную приурочность активных пятен медальонов длительно устойчивым арктическим типом сезонного оттаивания пород. Что же происходит? В результате постороннего промерзания с нижней, с верхней поверхности в глинистых медальонах образуются зоны с повышенной льдистостью, в которых при сезонном оттаивании порода переходит в разжиженное состояние, дает осадки и способна течь. Центральная часть ядра при промерзании обезвоживается, то есть влага у нас эмигрирует вверх и вниз к фронтам промерзания, центральная часть мало льдиста, и при протаивании происходящем сверху грунт в этой части ядра впитывает влагу, набыхает и медленно приподнимается вверх. При этом в пятнах медальонах возникает медленное конвекционное движение дисперсно сильно увлажненной породы, периферическая часть направлена у поверхности от центра к периферии, и дальше вниз, а у подошвы движение происходит от периферии, от границ пятимедаленок к центру, где сменяется на восходящее к поверхности пятна. Вот именно этот механизм небольшой ванной кипения, они как раз препятствуют зарастанию пятимедаленок, поскольку происходит постоянное движение пород. Далее структурные грунты. Это собирательный термин, который используется для обозначения более или менее симметричных форм, таких как круги, полигоны, сети, ступени, полосы, развитие которых было ограничено поверхностным чехлом отложений, который испытывает интенсивное морозное воздействие. Как мы видим, при классификации структурных грунтов используются описательные терминологии. Она основывается на геометрической форме элементарной ячейки и наличии либо отсутствии заметной сортировки камней и более тонкого материала, который проявляется в наличии, либо отсутствии каменистого бордюра. Но сортировка на самом деле не всегда бывает четко выражена. Дальше мы посмотрим проявление этих форм, которые здесь хорошо выражена. Сортировка каменистого материала это формы изучены на земле Норденшельдер, на западном спецбергене в районе мыса Линея в рамках практики наших студентов. А они проводятся в течение нескольких прошедших лет и будем надеяться, что она будет продолжена. Вот мы видим, что в плане такие формы образуют достаточно причудливые очертания. И там, где у нас уже наблюдается некий уклон поверхности, изометричные формы, все эти круги уже преобразуются вытянутые вниз по рельефу формы. Далее мы с вами рассмотрим комплекс склоновых процессов, который характерен для арктических равнин, рядом особенности проявления. Причем именно равнин, здесь мы не рассматриваем горные массивы Арктики с другим комплексом процессов. На основе классификации Татьяны Николаевны Капольной и типизации оползней Марина Скарна-Лейбман креогенные склоны процессы можно разделить по механизму образования условно на три группы. Первая солифлюкция, вторая десеркция и креогенные оползни. В свою очередь в группе креогенных оползней по типу поверхности скольжения выделяются оползни, которые представляют собой смещение оттаявшего сезонталового слоя по поверхности мерзлых толщ, либо это оползни по подземным льдам. При смещении по поверхности мерзлых пород могут возникать как креогенные оползные скольжения, так и оползные потоки. Необходимо отметить, что в настоящее время не существует устоявшаяся классификация креогенных склонных процессов. часто один и тот же термин используются для обозначения процессов, которые различны по механизму и форме проявления, а также различные термины могут употребляться для одного процесса. Далее кратко остановимся на особенностях каждого из перечисленных процессов. В ряде определений солифлюкция включает в себя как медленно, так и быстрое движение горных пород на склонах, в частности кориогенные оползни или быстрые сплывы. В соответствии с предложенным делением кориогенных склонных процессов, быстрые движения мы относим к оползням по подземному льду, и их рассмотрим в отдельном разделе. Нами солифлюкция рассматривается как процесс медленного вязокопластичного течения увлажненных тонкодисперсных грунтов и почв на склонах, что принципиально без нарушения дернины, которая развивается с этих промерзаний и протаивания в силу тяжести. Солифлюкция характерна для склонов, которые сложены полеватыми суглинистыми грунтами, в которых при промерзании образуется шлировая креотекстура субгоризонтальными линзами сегрегационного льда, которые расположены субпараллельно поверхности склона. И таяние такого льда способны привести к послойному смещению увлажненной массы грунта в верхней части сезонно-талого слоя. При наличии сомкнового растительного покрова с короткой корневой системой различие скорости течения грунтов на склонах приводят к накоплению быстро перемещающегося грунта перед участками соотносительно медленно смещающимися грунтами, поднятию дырного торфяного слоя, его прокидывание в направлении движения, в зависимости от того, насколько равномерно смещается материал по простиранию склона, формируются либо саллифлюкционные террасы, либо отдельные, более изолированные саллифлюкционные языки. Детальные натурные наблюдения за движением склонного чехла проведены японским исследованием Нарикадзу Муциохо, и его наблюдения результаты обобщены в виде схем по скоростям, по эпюрам, движения материала за счет действия различных процессов, за счет десерт, саллифлюкций и кориогенного оползания в условиях двустороннего промерзания. Следует отметить, да, из анализа этих эпюр, что сезоноталый слой в вертикальном разрезе движется неравномерно, вид движения определяется в основном кориотекстурой, формирующейся при промерзании сезонаоталого слоя. Вот на рисунке С как раз показана модель движения материала по типу саллифлюкций за счет протаивания шлеров льда. В самой верхней, поверхностной части большее влияние уже на движение материала оказывает десерт, изолированное смещение материала, протаивание некоторого количества линз льда. В основании сезона талого слоя тоже может наблюдаться зона сдвига при протаивании скольдистого горизонта. В этом случае уже образуется кориогенный оползень скольжения, к которому тоже перейдем. десерпция. В породах с большим количеством песка, грави, то есть грубодисперсное отложение, движение, словно сконцентрированное при поверхностных слоях, обусловлено не саллифлюкции, а десерпции. Существует и ряд промежуточных вариантов. Десерпция связана с изменением физических условий в пород, нагревание, охлаждение, усыхание, увлажнение, таяние, замерзание. То есть этот процесс приводит к изменению объема пород. И частички, измеряя неизмеримо малые смещения, вниз по склону смещаются и смещается весь грунт. Светлана Николаевна Каплина предлагает считать криогенные десерпции сползания грунтовых масс в результате изменения объема под действием именно промерзания, протаивания. Скорость смещения материала зависит от угла склона, возрастает с его увеличением. Интенсивность криогенной десерпции определяется частотой циклов промерзания протаива, частотой циклов режеляции. Десерпция сопровождает другие виды движения материалов склона, то есть салифлюкции, криогенные опыта, развиваясь вблизи поверхности склона. Эзотическим вариантом является как раз формирование стебелькового льда, формируются удлиненные щитковидные ледяные кристаллы на поверхности грунта, либо непосредственно под ней. В этом случае развивается особый вид десерпции, который проявляется в подъеме частиц грунта перпендикулярно поверхности склона и дальше уже перемещение материала в более низком положении при протаивании, при оттаивании этих щеток льда. Криогенные оползни. По условиям образования выделяются два типа криогенных оползней, которые отличаются механизмом потери устойчивости и типом проявления. Первый тип представляет собой течение отложений по поверхности подземного льда. Второй тип это криогенные оползни, которые представляют собой смещение оттаявшего слоя, дермины на склоне, по поверхности многолетнимерзных пород. Во втором склоне выделяю, во втором типе выделяются две разновидности. Это криогенные оползни скольжения, которые были выделены еще Татьяна Николаевна Каплиной. В этом случае происходит блоковое смещение сезона талого слоя. Второй это криогенные оползни потоки, которые Татьяна Николаевна Каплина тогда называла быстросолифлюкцией. Последний происходит, если склон сложен с поверхностями с упещанными отложениями, теряющими прочность и сползающими не жестким блоком, а при текущей массе, сплавающими кусками дермины. Для оползней потоков в литературе также употребляется термин сплывы, хотя зачастую этот термин может использоваться и для описания кориогенных оползней скольжения. Массовое развитие оползневых оползневых событий на острове 1989 года позволили коллегам разработать крелитологическую модель оптимизации кориогенных оползней скольжения. Главным фактором развития этого явления является температурный режим и осадки теплого периода года, а также креогенное строение сезон того слоя, его подошвы. А залегающий на границе сезона талого слоя и мёрзлой толщи ледяной шлир является водоупором и зеркалом скольжения для оползней. Наиболее мощный шлир может накопиться за несколько предшествующих лет при направленном сокращении глубины сезонного оттаивания. Образование шлира также способствует высокая предзимняя влажность пород сезона талого слоя и большое количество летних осадков в предшествующий год. В результате того, что вода и сезон талого слоя при промерзании подтягиваются к двум фронтам промерзания вверх и вниз в средней части формируется сушеный горизонт, который способствует сохранению структуры и блоковому смещению креогенных оползнений скольжения. При высоких темпах весеннего оттаивания оттаивание может превышать фильтрационную способность пород и обеспечить повышенное опоровое давление в пределах сезона талого слоя. Оттаившая толща оказывается по сути на плаву и становится способной к скольжению. Так и происходит развитие коррегенных оползнений скольжения. В результате последовательность схода оползней на слонах формируют специфические формы, оползневые цирки, древние оползни не имеют сохранившихся в рельефе четких границ и контрплощадей, которые в прошлом затрагивались оползанием на Ямале фиксируются по распространению ивы, которая достаточно требовательна к минеральному питанию, которую она получает из-за соленых морских отложений, которые оказываются на поверхности только после схода оползней, благодаря этому процессу. к выходам к основанию сезона талого слоя подземных льдов приурочены оползни потоки. Антон Левкович выделяет четыре составных части этого процесса. Во-первых, это таяние поверхности льда левоскальдистый толщ, обрушение талой толщи, которая залегает над льдом, сползание обрушенного материала с поверхности ледяного тела и течение разжиженного грунта в подножии склона. Подобные явления в своем распространении ограничены областями распространения пластовых льдов и пород ледового комплекса, о чем мы о втором типе пород мы поговорим немного позже. Из наиболее подних исследований распространения пластовых льдов следует отметить работу Ирины Митрины Стрелецкой, Антаре Георгиевной, Украинцева, Дроздова, посвященной сборой фактического материала по распространению из 8 пластовых льдов. Следует отметить, что пластовые льды не наблюдаются в районах длительного кончинентального седиментогенеза, а наиболее широко распространены в областях, которые охватывались крестоценными трансгрессиями. Хотя другой ряд исследований в этих же районах пластовые льды связывают с более-менее обширными покровными оледенениями. В условиях выхода пластовых льдов на побережьях формируются два основных типа форм термоцирки и термотеррасы. Термоцирки или формы комплексной деструкции по Константину Сергеевичу Роскресенскому открываются к морю узкими оврагами, которые формируются в случае вскрытия кровли залежи пластовых льдов в процессе в глубине суши. В случае если пластовый льд вскрывается в стенке параллельно отступающего берегового клиффа, тут уже формируется площадка термотеррасы. В развитии этих форм лидирующая роль принадлежит комплексу термотеррасов, связанных с вытаиванием подземного льда. В восточном секторе Российской Арктики на участках берегов сложных ледовым комплексом формируются двух ступенчатые террасы, о которых мы с вами тоже сейчас поговорим чуть-чуть позже. термоцирков выделяются в стадии активизации и стабилизации, поэтому их называют как полицикличные формы. В крупных термоцирках выделяются участки прежних врезаний, которые затем стабилизировались, например, из-за перекрытия льдов толщи оплошных отмоложений, которые превышают мощность сезонного оттаивания. также выделяются новые участки врезов, активизации термодендации, скрытие залежей подземных льдов и образование термоцирков на канадском архипеладе. представлены на острове Хершел, где коллеги проводят многолетние исследования. Вытаяние этих мощных залежей льдов приводят к формированию значительных термоцирков. На югородском полуоции нам изучались две группы термоцирков, достаточно крупной формы, достигающей 500 метров в поперечнике при глубине от 10 до 40 метров. Мы видим в центральной части достаточно мощную толщу льда, достигая 10 метров, в подножье залегает еще более глубокий, нижний горизонт пластового льда. Вытаяние льдов приводят к формированию крупных форм рельефа. Темпы рельефа термоцирков за последнюю декаду с 10 по 2020 год значительно отличается в зависимости от локальных условий, в первую очередь, конечно же, они определяются соотношением в стенках, отступающих стенках, толщи льда и вмещающих пород. Средние скорости отступания по конкретным термоциркам меняются от 1 метра до 10 метров в отдельный год, но максимальная скорость, конечно, значительно выше. Аналогичные формы возникают также в восточном секторе Арктики, в частности, на побережье острова Новая Сибирь, где также скрываются пластовые льды. На западном побережье острова Колгуга представлены как небольшие термокары с размерами до 50-70 метров, так и более крупные термоцирки, достигающие 200-350 метров в диаметре. Скорости развития этих термоцирков составляют 2,6-3 метра в год, а максимальные скорости в отдельные годы достигали 14-15 метров в год. Что же, как же развиваются процессы термоденудации в районах распространения ледового комплекса? Для береговых уступов, в строении которых принимает участие порода ледового комплекса, характерными формами разрушения берега являются термотеррасы, которые образуются в результате термического действия воздуха, солнечно-радиационные ледяные тела. Площадка термотеррасы образуется в том случае, если скорость термоденудации превышает скорость термообразионного отступания нижней части берегового уступа. Размеры таких форм могут достигать протяженностью сотни метров. Поверхность термотеррасы, видимо, осложнена конусами баджирахов, которые тоже постепенно обрушаются, размываются. В стенках термотеррасы скрывается мощный жильный комплекс. Термотеррасы могут временно стабилизироваться, когда кровля пожилы уходит ниже глубины сезонного оттая, формируются такие вот формы с баджирахом рельефом на склонах баджираховой цирке полузамкнутые формы. Здесь на слайде представлен классический вид стенок термотеррас на большом ляховском, и высота стенок таких термотеррас может достигать 15-20 метров. Достаточно широкую известность получил так называемый Батагайский кратер или термоцирк. Весной 19-го года на момент наших полевых работ в рамках экспедиции института Альфреда Вегенера под руководством Себастина Ветриха Ширина термоцирка составляла 880 метров, а длина в пределах Котлолины чуть меньше километра, хотя он дальше на северо-восток продолжается достаточно хорошо выраженным оврагом. Термоцирк расположен на севере Якутии, на севере Янского Плоскогорье вблизи поселка Батагай, от которого, собственно, и получил свое название. Вот данные, которые опубликовали Кунинский с коллегами, начало формирования термоцирка минимум относится к рубежу 80-х, 90-х годов, хотя есть мнение, что начало связано с первыми просадками, которые фиксировались, отмечаясь геологами Фе в конце 60-х, начале 70-х годов. Высота стенок, на которых нам проводилось опробование для непосредственно измерения рулетки, и по данным детальной ЦМР, которую мы построили, по материалам беспилотной съемки, достигала 57 метров. Средней скорости роста Батагайского термоцирка в 2004-2010 годах на разных участках, по данным которые опубликовал Куницкий с коллегами, составляли 7-15 метров в год. В публикациях Опеля с коллегами мы видим цифры, достигающие 30 метров в год. И вот в последних публикациях, которые приводят в Акидахе с коллегами за достаточно протяженный период, он осреднял скорость с 1991-го по 2017-й год, и варьирует скорость от 11-ти до 15-ти метров в год. Высокие скорости определяются, конечно же, высокой действительностью отложений, которые вскрываются в стенках этого термоцирка, выделяются несколько комплексов отложений, это верхний ледовый комплекс, в подножии которого расположены обогащенные древесные органики горизонт, верхний и нижний песчаный горизонт, нижний ледовый комплекс, который залегает в основании, в основании вот этой стенки, представлены на фото. Вот для масштаба введён человек, работающий на верёвке. Вот здесь как раз, да, на этом слайде очень хорошо виден обогащённый древесными остатками горизонт, который разделяет верхний ледовый комплекс и нижний песок, в котором как раз льда уже существенно существенно меньше. Одна из проблем, конечно, отбора, что не всегда удается обнаружить минеральные окна, расположенные между жилами льда, которые протягивались бы с самого верха до подножия ледового комплекса. И поэтому приходится совмещать несколько разнесённых профилей, которые по необходимости делаются с значительным вертикальным перекрытием, чтобы избежать каких-то потерь в пробоотборе. Следующий процесс это термокарст. Он относится также к весьма распространённым коррогенным процессам в области вечной мерзлоты и оказывает существенное влияние на изменения как температурного режима грунтов, так и рельефа местности. Рельеф образующий суть этого процесса в локальном оттаивании льдонасыщенных грунтов, приводящем к образованию замкнутых просадочных форм рельефа. Причиной возникновения термокарст является изменение условий теплоогнена верхних горизонтов мёрзлых толстой атмосферой, которая приводит к направленному многолетнему увеличению глубины протаивания пород. Среди общих причин, которые оказывают наиболее глубокое влияние на развитие термокарст, это, конечно же, климатические, они связаны с вековыми, либо длиннопериодными колебаниями климата, либо уже с изменением соотношения элементов теплообмена под влиянием каких-либо внешних причин. частными либо локальными причинами для развития термокарста часто служат изменения водного режима, снежного, растительного или почвенного покрова, а также деятельность человека. Насколько техногенные нарушения поверхности при освоении часто провоцируют развитие этого процесса. Морфология термокарст в образовании определяется наличием и формы подземного льда. В случае развития термокарста по повторно жильным льдам образуются бугристые, бугристые западины, плоскозападины комплексами из-за рельефа. Западины как раз отмечают места вытаивших жил, а бугры, либо плоские участки соответствуют внутриполигональным блокам. В районах же распространения льда в виде крупных пластов ледового комплекса термокарст уже приводит к формированию наиболее ярко выраженных крупных форм термокарста образуются большие по площади и по глубине озера, которое также называется термокарстом. Вообще термокарство озера достаточно часто рассматривается рядом авторов как индикатор состояния кролитозоны при современных изменениях климата. В таких работах заданное внимание уделяется изменению площади термокарстовых озер в связи с повышением температуры воздуха. однако необходимо учитывать изменчивость атмосферных осадков в значительной степени определяет динамику площади водной поверхности. Представляется принципиально важен тот факт, что эффект сокращения площади водной поверхности озер отмечается даже в условиях активного термокарста. Причиной этого является образование прибрежных плавучих полос болот. Это слой растительного материала, который находится на плаву либо продолжается до самого дна. Наши коллеги, проводившие работы на сероамериканском институте, в том числе наши добрые коллеги Михаил Занович Каневский, Юрий Юрьевич Шур, принимали участие в этих работах, что площадь зеркала воды может сокращаться за счет увеличения площади шов энд, которые нарастают со значительной скоростью. И это необходимо учитывать при анализе изменчивости площади озер по результатам дешифрованных данных дистанционного зондирования. А здесь мы видим достаточно активный процесс термокарста, то есть чаша протаивания увеличивается, но площадь водной поверхности сокращается. Вот такой интересный момент обнаружен. Далее перейдем к рассмотрению межзлотных процессов, которые развиваются на берегах арктических морей. Подбережье на огромном протяжении представлено низкими заболочными поверхностями, сложными многолетними льдистыми породами, и главное отличие арктических морей от морей южных, умеренных шинурок, это ледовитость. Большую часть года акватории покрыты льдом, а для их побережья характерен очень короткий, динамически активный период. Волновое воздействие на берег возможно только в течение двух пяти месяцев в зависимости от того региона, который мы рассматриваем. Как известно, существуют различные виды абразии, но поскольку мы рассматриваем арктический регион, то для нас в первую очередь интересно термическое образие, либо термообразие. Термообразие по определению данным в большинстве источников это процесс разрушения морских берегов, сложных льдом, либо единственным породом в результате совместного проявления механического воздействия прибоя и термического действия воды и воздуха. При этом выделяется следующий самостоятельный процесс, который определяет динамику берегов в калитозоне. непосредственно термообразие, термоденудация и посадка мерзлых толщ при оттаивании. Теплофизический процесс оттаивания мерзлых толщ в береговой зоне, как правило, опережает гидромеханический процесс размыва оттаившей породы. и поэтому моря не успевает удалять продукты оттаивания с поверхностями злоты, а мерзлые породы обнажаются только кратковременно, во время штормов. Постоянное наличие свойоталой породы резко замедляет процесс оттаивания и размыва, разрушения берегов. на развитие термообразия и термоденционных процессов, развивающихся на берегах, влияет действие слитологический состав и размываемость горных пород, которые формируют береговые клифы. Именно различными в крелитологическом строении определяются различия в скоростях разрушения берегов, которые находятся в равных, близких гидродинамических условиях. В условиях ледового комплекса большой объем ПЖЛ ускоряет отступание берегов за счет уменьшения количества материала, который остается после оттаивания вытавшего объема пород, поскольку резко сокращается объем наносов, который море должно удалить из береговой зоны при отступании у берега. Для условий морской термообразии не именно совершая два типа берега. термообразионный термообразионный и цикл развития образионного берега стоит в выработке волнопребойной ниши обрушения козырька и его размыва. При ослабленной термообразии значительная роль также отводится термообразионным процессам, которые развиваются на склоне. Характерной особенностью арктических архипелагов являются термообразионные берега, которые образованы выводными ледниками. Они являются специфическим действительно образованием и развитие таких берегов протекает под влиянием неволновых факторов. В основании уступов под отепляющим воздействием воды формируются глубокие ниши, гроты, и в результате обрушения образуются айсберги. Ну вот как раз представим термообразионный уступ, сформированный на участке выхода ледникового щита Академии на окна острове Комсомолец и с оборужением блоковеда мы видим айсберги, которые образуются в акватории, прилегающей к леднику. Помимо ледяных берегов, очень высокие темпы разрушения, характерны для термообразионных уступов, которые сложны ледовым комплексом. При этом нижние границы подошвы в оскальдистой толщи может залегать ниже уровня моря. В этих условиях подходящие непосредственно к урезу воды породы ледового комплекса определяют чрезвычайно высокие скорости отступания уступов за счет совместного действия термоденутации и термообразию с воздействием волн водных масс на подножие этого уступа. Скорость отступания зачастую превышает 10 метров в год. При этом разрушение берегов приобретает своеобразные черты, поскольку происходит блоковое обрушение пород. На высоких до 10-40 метров береговых клиффах наблюдается крупноблоковое обрушение, размер обваливающихся блоков соответствует размерам полигональные решетки жильных льдов, по которым закладываются трещины отрывы. Подобная морфология береговых уступов, высокие скорости их разрушения встречается также и на удалении от современной береговой льнии, в частности, в дельте. Лены на станцах ледового комплекса представлены на севере острова Соба-Сисы, где к берегу подходит мощная Сардахская протока Лены. Участки аккумуляции, как правило, приуроченные к устьям рек, формируются заблокированные устья, формируются естественные плотины, водоток, конечно же, преодолевает препятствия, вырабатывает прорантку, русло плотина, которое иногда значительно смещено по отношению к основному руслу, это смещение показывает в целом основное направление вдоль берегового потока наносов. Также распространены, конечно же, и значительные по размерам свободные, примкнувшие аккумулятивные формы, это косы, ветровые осушки, получившие достаточно широкое распространение в восточном секторе Арктики. Вот на слайде представлена схема взаиморасположения размываемых западной части, их аккумулятивных восточной части берегов полуострова Буархая, в море Лаптевых аккумулятивная коса имеет длину 27 километров, и она защищает от волнового воздействия восточный берег полуострова. Юго-восточные косы состоятся условия для аккумуляции наносов, стрелками показан вдоль береговой поток наносов. Сгонно-нагонные колебания уровня моря приводят к формированию специфических аккумулятивных ветровых осушек. Они приурочны к областям конвергенции вдоль береговых потоков или участкам резкого ослабления волновой активности, волновой тени полуостровов и островов. На востоке Янского залива расположена одна из крупнейших аккумулятивных форм. Это сушка острова Макар, которая отделяет селяхскую губу, расположенную восточную. Размеры этой осушки расположены между островом Макар и Эшелонским островами составляет диаметр этой осушки 26-36 километров. Причем западный берег острова Макар он абразионный, развивается, размывается, и вместе с ним к востоку наступают и прилегающие к нему с севера, с юга кумулятивные кости, которые ограничивают сушку с запада. Уникальная береговая система сформировалась на западном побережье дельты Лены в море Лаптюх. Это остров Аргаморос-Сесе, который ограничивает дельты, представляя собой песчаную равнину, высотой до 20-25 метров, на которой равен озерно-термокарстовый рельеф. Оттопление этого рельефа морем создало бухтовый берег, очень сложный, как кружевного очертания. И хорошим индикатором возможности опускания земной поверхности ниже уровня моря, вследствие осадки ледяного комплекса, является глубина котловин термокарстовых озер. Часто этих котловин может оказаться затопленным морем. Вообще, по мнению Эрнест Чаре, самое большое достижение в области динамики арктических берегов за последние 30 лет, это переоценка роли морского льда. Ранее считал, что морские льды играют сугубо защитную роль в развитии берегов за счет исключения волнового воздействия в большую часть года. Но, помимо этого, существуют и другие виды воздействия морских льдов, защитные также и деструктивные, которые мы с вами сейчас коротко рассмотрим. Дрифующие в период открытой воды льды препятствуют разрушению берегов, поскольку ограничивают свободную плату, от размера которой, в первую очередь, зависит длина разгона волн и энергии волнения. В летнее время вдоль подводных береговых валов часто наблюдаются полсостанов, которые принимают на себя разрушающие действия волн и тоже защищают берег. В последние годы отмечаются тренды сокращения площади морских льдов, арктических, и увеличение продолжительности периода с открытой водой в сочетании с ростом температуры воздух. Но сочетание этих фактов выражается более высокой льдов, что способствует, конечно же, усилению темпов и деструкции на значительных участках арктического побережья. Рифующие льды могут присутствовать в том или ином количестве в акватории в течение всего лета, ограничивая возможность развития высоких волн. Здесь представлена южная часть Карского моря, начало Байдарадской губы. Июль месяц, тот же участок тринадцатого года, и мы видим, что в отдельные годы массивы сплоченных льдов могут полностью блокировать побережье. Уже конец июля, помимо того, что акватория заняты дрейфующими дами, но и припай, припай еще не разрушен. Если у нас на суше активно сошел снежный покров и развивается уже процесс, связанный с оттаянием, с протаянием сезон того слоя, то побережье, побережье стабильно. Берега не развиваются. Ну, это характерно не только для российской арктики, в сероамериканском континенте, то же самое. Мы видим весенний снимок побережья моря Бафорт. Тоже достаточно четко прослеживается граница припая, припаянного льда и поля дрейфующего льда. И в этом районе проводились исследования, исследования Барнс, Рейминсом с коллегами. Они исследовали воздействие стамуг на рельеф морского льда. За штрихом область стамуг. Это торосы. При нагромождении льдин формируются торосы. В результате неравенства архимедовой силы и силы тяжести надводная и подводная части торосов соотносится примерно как один к пяти. И значительная часть торосов может достигать дна. Торосы, которые сели, закрепились на дно. Они как раз называются стамухи. И как раз изучение рельефообразующей роли стамух, экзорационной роли льда проводилось коллегами в море Бафорта на Аляске. И следы такого ледового выпахивания, ледовой экзорации наблюдаются до глубин 60-70 метров. Помимо того, что при выпахивании происходит непосредственно перемещение донных наносов в направлении дрейфа льда, кроме того, выпахивание увеличит шероховатость дна, и таким образом повышает турбулентность поддонных потоков воды, и увеличивается количество как взвешенных, так и влекомых наносов. Наибольшая плотность оборотов выпахивания как раз приурочена к этой зоне стамук, она расположена в диапазоне глубин от 20 до 30 метров. Именно там же встречаются и наиболее глубокие борозды. Помимо ледового выпахивания, которое формирует борозды в направлении дрейфа, лед также может создавать поперечник направлению дрейфа, валы или гряды из донного материала, за счет просветки бульдозерного воздействия на дно. Такие формы создаются сплошными грядами торосов большого протяжения продвижения к берегу под напором ветра. Одной из разновидностей такого бульдозерного воздействия дрейфующего льда на дно являются навалы и нагромождение льда уже на поверхности на поверхности берег. Эти навалы могут формироваться с припаянного льда в начале зимы за пределами зоны смерзания припаясь льдом. И в самом начале зимы под напором дрейфующего льда может происходить надвиги молодого припаянного льда на берег. В это время поверхностный слой грунтного суши с цементированным льдом и происходит скольжение льда и перемещение на нос достаточно большие расстояния. И образуется вал такого собранного поверхностного материала, собранного с пляжа. В ледовом покрове ледовитых морей встречаются также минеральные, органические включения различной крупности и происхождения и широко распределены так называемые мутные льды, которые содержат большое количество мелкозеренства, минеральным материалом, на носу, могут попадать в ледяной покров различными путями. При смерзании льда с дном, в виде оловы включений, отложений, которые сдуваются с береговых уступов. Дальше при затоплении ледяного припая поверхностными водами, суши, ну и при замерзании воды, которая содержит взвешенные наносы. Бернсом с коллегами также изучался мутный лед в море Бафор. Очевидно, что такой лед может переносить содержащиеся в нем наносы и представляет собой один из ледового транспорта, который играет, может играть значительную роль в динамике наносов арктических морей. Необходимо, конечно же, отметить крупный международный проект Arctic Coastal Dynamics, в рамках которого проходило изучение темпов отступания берегов, подсчет объема наносов, которые поступают в береговую зону, была составлена база данных, на основании которой разработаны циркумполярные карты со скоростями отступания берегов и база данных по строению береговых участков. Ну, на самом деле, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Если у кого-то есть, или в чат, пишите. Ирина Дмитриевна? Владимир Семенович, да, спасибо. В начале доклада... Что-что? Да, Владимир Семенович. Значит, в начале доклада я говорил как раз о классификациях и о том, что спектр процессов, которые развиваются в калитозоне, чрезвычайно широк. Их очень сложно рассмотреть в рамках одного занятия, еще раз говорю, со студентами. У нас для этого большой семестр осенний, да, вот мы рассматриваем детально каждый процесс и его проявление в рельефе и как она отображается в формировании специфических отложений. Конечно же, мы не все рассмотрели. Здесь еще раз говорю, я субъективно выбрал несколько процессов, на которые здесь акцентировал внимание. Конечно же, мы очень многие не рассмотрели, поскольку ограничено. Ну, это формат некий какой-то такой, небольшой экскурс. Понятно. Просто у нас там, где вот были бугры пучения, рядышком великолепные наледные поляны были показаны. И просто жалко, что на них не остановились. Мы очень многие процессы, да, вот здесь опустили. Ну, действительно, там и Куруму мы не рассматривали, ну, и ряд других процессов, конечно. Да, вот продолжение тут про Курумы, но все охватить невозможно, коллеги. Или нужно еще один курс нам читать, или давайте ограничимся авторским видением основных процессов. Пожалуйста, еще вопрос. Еще тогда один вопрос уже, значит, дискуссионный в большей степени. Саш, вот до сих пор идет все-таки очень острая дискуссия вот между двумя позициями в отношении полигонально-жильного образования. Вот вы говорили, так сказать, позиции Саламатина, позиция Попова, так сказать, главные сторонники. Вы видите разрешение вот этого спора, который идет уже несколько десятков лет? Или он, в принципе, эти две позиции принципиально ничего не решает? Как на Ваше дело? Между двумя позициями в принципе нет резкого столкновения. Вопрос идет именно о роли различного типа льда в формировании жилы. И, насколько я понимаю, что по счету с авторами, что это достаточно тоже региональная вещь. То есть роль сублимационного льда тоже она не одинакова в различных регионах. То есть насколько... Это зависит, в частности, от времени раскрытия жилы. Если жила раскрывается в начале осенне-зимнего сезона, то условия для сублимации субимационного льда значительно более благоприятны, чем для тех жил, которые раскрываются в конце зимнего периода. Дальше условия наполнения жилы. Какая вода, какой материал наполняет эту зияющую трещину, с чего формируется лед элементарной жилки, тоже определяется, в частности, и региональными условиями. И поэтому, возможно, здесь сложно найти какую-то одну правду. Одну правду, то есть очень сложный, на самом деле, объект. И, наверное, не получится каким-то одним механизмом четко объяснить то разнообразие природных обстановок, которые мы видим, на самом деле, в природе. Так, еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Александр, большое спасибо за замечательный совершенно доклад. У меня вопрос связан с дальностью переноса осадков крупнообломочных льдом, будь то морской лед или речной при вскрытии. Это важно для возможности переноса костных остатков, допустим, млекопитающих. Как далеко переносятся эти отложения и остатки в них? Переносятся на чрезвычайно большие расстояния. К сожалению, сейчас я скажу не про артику, но про ледовитое море. Я участвовал в работах по изучению морского льда, в частности, в Охотском море. Мы с коллегами работали. У нас были береговые работы на Сахалине, а дальше мы выходили на ледоколе уже в акваторию и там изучали ледяные образования, да, торосы, снимали их, бурили. Так вот в торосах, которые изучались в центральной части Охотского моря, это десятки километров от побережья, мы находили гальку. То есть галька, то есть лед, который, понятно, да, в море галька может образоваться только с побережья. То есть от побережья лед был оторван, и, соответственно, вот он отбрифовал центральную часть моря. То есть это чрезвычайно большие расстояния. А в реке? Тем более. В реке, ну, видимо, да, моих данных нет, но да, ну, соответственно, причем в реке все-таки направленный дрейф, то есть он может еще и перемещаться, наверное, я думаю, на большее, наверное, на большее расстояние. На тысячи километров по реке могут быть. Есть доказательства хорошие. То, что кости могут переноситься на такое расстояние, да, вместе со льдом? Безусловно, и кости, и камни, все что угодно. Если кости лежат на поверхности пляжа и смерзаются со льдом, то точно так же с материалом, наверное, могут и кости. Ну, я, конечно, костей перемещенных не видел, но механизм, по идее, ничем отличаться, я думаю, не должен от перемещения крупнобломочного материала. Спасибо. Виктор Васильевич, пожалуйста. Да. Александр Иванович, спасибо за доклады всех. У вас были вот такие фотографии очень хорошие пятен медальонов, да, и там внутри такие небольшие, значит, полигончики с трещинами. А вы не делали разрезик таких пятен? Нет ли льда в этих трещинках? Виктор Васильевич, конечно же, мы делали такие разрезы, мы пытались делать разрезы и на Котельном, и на Шпицбергене. мы, к сожалению, проводили работу, как правило, в середине, в конце теплого сезона, когда все сезон талый слой близок к своему максимальному, максимальной мощности. То есть, конечно же, все пятна оттаившие, и... И вот самые кончики этих, они же все-таки должны там входить в мерзлый слой? Нет, не входят? Нет, в пределах опять медальонов нет, мы не обнаружили. Ага. Значит, глубина их меньше, чем глубина протаивания, да? Вот этих трещинок, да? Да, глубина, совершенно верно, глубина вот этих трещин небольших, да, она меньше, чем мощность протаивания. Все, спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Вопросов больше. Есть, есть. А, пожалуйста, Юрий Борисович. Александр Иванович, вот, вы очень серьезно показали эту картинку с переносом обломочного материала, и вообще, ну да, обломочного материала разной крупности, льдом, с томохами особенно. Скажите, как вы считаете, а может быть, у вас есть данные? Если нет, то не обязательно. Как вы считаете? Это, вот это, вот этот процесс, вот эта обстановка, она характерна только для современных побережьей? Или это вполне реально может случаться, могло случаться, ну, в позднем плестоцене на побережье позднеплестоценовых морских бассейнах? Юрий Борисович, ну, поскольку принцип актуализма, он используется в геологии, в креотологии, при изучении креогенных процессов, мы, конечно же, считаем, что близкие, да, процессы, скорее всего, происходили и в геологической истории, в том числе, и в плестоцене, то есть, скорее всего, такие процессы развивались, и да, ну, почему нет? То есть, нет оснований предполагать, что что-то кардинально изменилось. Понятно, спасибо. А то на северном Ямале и в ряде районов северного Гэдана встречено и описано несколько разрезов, вот, позднеплестоценовых отложений, и они все приурочены к бывшим береговым линиям, к древним. И как раз... Вопрос какой? Какой вопрос? Вопрос докладчику. Нет ли таких данных у вас? Юрий Борисович, ну, еще раз, то есть, скорее всего, одним из возможных объяснений присутствия грубообломочного материала является, как раз вот именно ледовый разнос. То есть, именно не ледниковый, а именно лед, морской лед, который мог переносить грубообломочный материал на значительное расстояние от береговой линии в более глубокие части морской цели. И, хоть Ирина Дмитриевна и не дает долго задавать вопросы, я все-таки попытаюсь, скажите, но вот ведь раз существуют существенные признаки, по которым вы определяете, что это материал принесен стамухой и прочим вещами, мы можем, ну, утверждать то, что это не ледник здесь был, не ледниковый покров двигался, вот, а именно вот ледовый перенос. Ну, вот Юрий Борисович, ну, только из описания комплекса признаков, да, то есть, мы можем анализировать разрез и в присутствии в неком разрезе грубообломочного материала мы интерпретируем, притягивать тот, либо иной механизм транспорта. если толща, как бы, да, ее строение соответствует, как бы, да, той гипотезе, которую мы выдвигаем, ну, соответственно, мы и грубообломочный материал тоже относим к тому, либо иному транспорту, к иному агенту, который мог накопить вот эту толщу, в том числе и грубообломочный материал. Наверное, так. Понятно. Спасибо, Александр Иванович. Спасибо. Еще вопросы есть? У меня тогда маленький вопрос, продолжение к вопросу Юрия Бориса. Саш, так, может, тогда все-таки помимо разреза отложений ставить обязательно вопрос о природе льда, исходя из того, что все основывается на принципе актуализма. То есть, нужно понять природу льда и тогда рассматривать другие варианты, как он может и что перемещать. Наверное, в этом основа, как вы думаете? Ну, если мы говорим о массивах подземного льда с включением грубообомочного материала, да, конечно, мы говорим о генеции льда. Если мы видим, собственно, грунтовую толщу, в которой есть какие-то включения без пластов льда, то мы говорим именно об условиях накопления этой толщи. ну, и лед, лед, как бы он, в любом случае, да, возникает вопрос о том, был ли здесь лед, а если был ли лед, то какой он был, ледник это был, либо это морские льды, ну, и тот, и другой, как бы, да, еще, то есть, это варианты транспорта, и они, как бы, вписываются в ту или иную концепцию, да, гипотезу накопления именно грунтовой толщи. Ну, и да, действительно, генезаль, да, в этом случае уже является результатом развития той концепции, которая реализуется, которая развивается. Пожалуйста, вопросов больше нет. Еще раз благодарю хозяев этого лектория. Спасибо вам большое, что дали нам возможность высказаться, и мы приглашаем вас в следующую среду на тоже лекцию нашей кафедры. В четверг. В четверг. А, да, в четверг, в следующий четверг. В среду мы тоже приглашаем. Да, в среду мы тоже замечательные лекции, мы тоже их смотрим, да. Спасибо большое. Спасибо.